МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это торжественное мероприятие, посвященное 17 воинам внутренних войск. Они героически погибли на таджикско-афганской границе 7 апреля 1995 года. В областном перинатальном центре Шимкента выписали тройняшек, которые появились на свет 28 марта. Малыши родились совсем крошечными, весом до 2 килограммов каждый. Мероприятие, посвященное Дню здоровья, состоялось в карагандинском легкотлетическом манеже. Сотни воспитанников карагандинских интернатов соревновались в шести видах паралимпийского спорта. Актюбинские лифты теперь будут проверять специальные комиссии. Напомним, что 4 апреля этого года в лифте многоэтажного дома в Актюбе погибла девушка. В состав комиссии по проверке актюбинских лифтов вошли представители управления ЖКХ, департаментов по ЧС промышленной безопасности и другие эксперты. Им предстоит проверить до конца апреля свыше 700 лифтов, расположенных в городских домах. Для проведения технического обследования лифтов в многоэтажных жилых домах в комиссию вошли сотрудники и числа местные исполнительные органы, жилищные инспекции, специалистов гражданской защиты, промышленной безопасности, а также экспертных организаций. Кроме того, информационное агентство Костак сообщает, что в 12 микрорайоне в связи с произошедшим приостановлена работа всех лифтов. На самом деле, как сообщил председатель КСК Женебек-сервис Кенен Женебеков, в чьем видении находятся десятки лифтов в 12 микрорайоне, и в том числе подъемник, в котором погибла девушка, приостановлена работа лишь старых лифтов, которым более 20 лет. Остальные работают в обычном режиме. Больше 20 лет 6 лифтов, которые у нас есть, отключили старые. Это 11 микрорайон 2 подъезда и 19 микрорайон 4 подъезда. А остальные? Остальные в рабочем состоянии, да. По прогнозам сейсмологов, сильных землетрясений в Алматы в ближайшее время не ожидается. Поэтому, по словам специалистов, алматинцы могут спать спокойно. 18, 19, 20. Все построились, пошли по боковой лестнице. Это ученики одной из школ Алматы по тревоге покидают классы. Только что они почувствовали сильное землетрясение. К счастью, условное. Педагоги и старшеклассники помогали покидать здание детям. Одних выносили на руках, а других вели под ручку. После того, как все покинули здание школы, спасатели проверили каждый этаж и все помещения, чтобы убедиться, что в опасности никто не остался. В случае землетрясения специалисты рекомендуют не паниковать, а думать о спасении собственной жизни. И до прибытия профессиональной помощи укрыться в наиболее безопасных местах под ригелями несущих стен, дверных проемов и даже под столами. Во время учебы дети могут укрыться под партами. Ни в коем случае нельзя находиться вблизи больших окон с большими стеклами. На улице надо находиться вдали от зданий, потому что первые сильные травмы приносят обломки зданий, сооружений, которые находятся вблизи. Как отмечают сейсмологи, за последние два месяца в Алматы произошли около 40 толчков, три из которых горожане смогли почувствовать. Первое было 30 декабря, затем 2 февраля и 15 февраля произошли ощутимые землетрясения на территории города, что для территории города является необычным фактом. Таких ситуаций, по крайней мере, за все время инструментальных наблюдений мы не отмечали. Мы пока не ожидаем сильного события в течение вот этого 18-го года. Сильное – это вот с интенсивностью более 7. Методы точного прогноза землетрясений никто в мире еще не придумал, но в экстренных ситуациях знания элементарных правил могут спасти не только собственную, но и чужую жизнь. В Федропавловском военном институте Национальной гвардии Республики Казахстан состоялось торжественное мероприятие, посвященное 17 воинам внутренних войск. Они героически погибли на таджикско-афганской границе 7 апреля 1995 года. Гордится мужеством странам своих героев. 23 года минуло с тех пор, но ни до, ни после никогда независимый Казахстан не терял еще столько воинов-сыновей в одном бою. 33 военнослужащих были ранены в жестокой смертельной схватке. На настоящий момент в горном ущелье Таджикистана установлена памятная доска, напоминая о том, какова цена мира и спокойствия. Указом президента Республики Казахстан за мужество и самоотверженность проявлены при исполнении воинского долга по охране внешних границ стран СНГ посмертно награждены орденом Айгун 2-й степени 5 военнослужащих. 12 медалей у Жангель Керлигушин. В 1993 году около 8 тысяч казахстанских воинов выполняли свой долг в Афганистане. Из нашей области в сражении приняло участие более 200 человек. Аскар Жаменов был призван на военную службу в 1996 году, а в 1997 он стал одним из тех, кто пришел исполнить интернациональный долг. Все ребята из нашего взвода вернулись домой. В соответствии с постановлением Верховного Совета Республики Казахстан с 1993 по 1999 год свыше 2000 солдат и офицеров из частей оперативного назначения внутренних войск выполняли правительственную задачу на таджикско-афганской границе в составе отдельного стрелкового свободного батальона. Александр Кухарев отмечает, что подвиги тех, кто отдал свою жизнь за родину, будут всегда помнить и чтить. В 1995 году я как заместитель командира полка 7 марта 1995 года вместе с составом 7 роты прибыл в Калайхум для обеспечения плановой замены этих подразделений. И я же через месяц получил скорбную информацию об этом неравном бою. Невосполнимая утрата вошла во многие семьи казахстанцев. Впервые вооруженные силы Республики Казахстан, внутренних войск, понесли такие огромные потери в этом неравном бою. Сегодня в военном институте Национальной Гвардии проходит митинг в память 17 погибшим героям на таджико-афганской границе. Мы и личный состав курсантов военного института, да и все военнослужащие Национальной Гвардии Республики Казахстан в целом помнят о наших героях, о своих героях. Как говорится, без прошлого нет будущего. Мы будем помнить своих героев, будем отдавать дань памяти героям и будем стараться не подводить их. Память погибших минутой молчания почтили во всех воинских частях Национальной Гвардии Республики Казахстан. В областном перинатальном центре Шимкента выписали тройняшек, которые появились на свет 28 марта. Малыши родились совсем крошечными, весом до 2 килограммов каждый. Молодая мама бережно прижимает к себе маленький комочек. Это старший из троих малышей, появившихся на свет. Мама малышей говорит, что за то время, пока они были в больнице, изучила их характер и даже научилась различать. Старшего мы назвали муслим, среднего – ислам, младшего – имран. В первые дни они казались абсолютно одинаковыми, но сейчас я вижу, они разные. Даже мимика не повторяется. Разный у них же характер. Если муслим шустренький и требует побольше внимания к себе, то его братья, имран и ислам, напротив, очень спокойные. Малыши тихо сопят в своих кроватках. Наконец, и доктора могут вздохнуть с облегчением за жизнь младенцев. Пришлось изрядно побороться. Дети появились на свет маленькими. Вес каждого едва достигал двух килограммов. Двенадцать дней понадобилось, чтобы выходить мальчиков. С начала года это первая троиня, которая появилась на свет в нашем ОПЦ. А за последнюю неделю у нас родилось сразу четыре двойни. В семье Маниевых уже есть двое детей. Дочь пяти лет и трехлетний сын. Они с нетерпением ждут, когда мама и трое братишек вернутся домой. Отметим, это уже четвертая троиня, появившаяся на свет в Южном Казахстане с начала года. Мероприятие, посвященное Дню здоровья, состоялось в Карагадинском легкотлетическом манеже. Сотни воспитанников карагандинских интернатов соревновались в шести видах паралимпийского спорта. Здоровье для всех – таков девиз нынешнего Международного дня здоровья, объявленного Всемирной организацией здравоохранения. Говорят, для всех организаторы имеют в виду как физически здоровых горожан, так и физически ограниченных. В шести видах спорта приняли участие дети и подростки с различными недугами. 14-летний Саветхан Арыпаев из школы-интерната номер один признался, что к этим соревнованиям его команда готовилась в течение недели. Организаторы заявили, что каждый имеет право заниматься спортом. Для этого в Караганде успешно функционирует Центр инвалидного спорта. Воспитанники Центра принимают участие не только в массовых мероприятиях, но и в соревнованиях международного класса. Наши спортсмены буквально в 2017 году завоевали золотые награды на международных соревнованиях. Такие соревнования у нас проводились как в Паралимпийские игры, есть у нас результаты и в других международных стартах. Поэтому, я думаю, в принципе, все категории, в том числе и вот то, что я сказал, и дети имеются в виду с ограниченными возможностями, они также будут широко охвачены различными спортивными мероприятиями, праздниками, и, конечно же, это соревнование будет. Один из спонсоров мероприятия – Карагандинский государственный медицинский университет. И это не случайно. Представители учебного заведения заявили, что медицина и здоровый образ жизни всегда идут рука об руку. А сегодня фактически здесь, я так думаю, проводится областная паралимпиада. Потому что дети, школьники, учащиеся с особыми возможностями, участвуют в соревнованиях и показывают, на что они способны, на что способен их маленький, но такой мужественный, крепкий организм. Я думаю, что это будет вдохновляюще звучать для всех. И для тех, у кого возможности обычные, человеческие, но он не хочет, например, пойти в субботу, побегать в парке, позаниматься с гантельками или просто прогуляться. Вот сейчас наши дети покажут нам, что такое действительно здоровый образ жизни и что такое бороться за свое достойное место в этой жизни. Одним из ярких и запоминающихся моментов мероприятия стал танец на коляске, а также показательные выступления членов паралимпийской сборной страны. Еще одна цель мероприятия – в ходе соревнований определить наиболее перспективных подростков для пополнения паралимпийской команды Карагандинской области. Но, несмотря на состязательный характер праздника, каждый участник был отмечен грамотой или подарком. Редактор субтитров А.Семкин